Мусорные короли, загубившие сады в центре города, снова идут в наступление. На этот раз уже огнем. Напомню, садовое товарищество «Родник» на улице Чачина за 6 лет было постепенно уничтожено. Группа предприимчивых нижегородцев купили там несколько участков и сделали на одних свалку. Со всего города туда стекались камазы с мусором. Когда места стало уже не хватать, мусором завалили и соседние участки. Ни суд, ни прокуратура, ни административной технической инспекции, ни власти не смогли справиться с мусорными королями. Штрафы, которые им выписывали, были копеечными по сравнению с извлекаемой прибылью. В результате ни ябла, ни груш, ни домиков больше нет. Есть лишь огромный полигон из мусора. И вот новый поворот истории. Когда мусор сваливать стало уже некуда, его начали поджигать. Сделали из свалки мусоросжигательный завод. Правильно, жарко, там всякие они из хлам скидывают. У нас сгорелся, нагрелся, газы скопились. Рядом в деревянный дом. Люди боятся. Вообще бы не пускали их и все, просто вышли, я не знаю. То есть они непонятно, что жгли, потому что то ли они там обжигали какие-то провода, то есть прям буквально вот здесь, вот посередине свалки здесь горело. Вот представляете, какой-то вот черный дым. Частенько жгут, такие костры какие-то, что-то сжигают деревяшки, пластик. Это идет у них полномерно. То есть здесь засыпается все, сжигается, утрамбовывается. Что опасно, вот в такую же розуку, здесь истеку пролетело, потому что здесь горит, вот ветер не вот, не дай бог сюда, а здесь, видите, у нас. Домики деревянные, если ветер так понесет, может быть и загорится все тут. Очень часто жгут этот мусор. Вон даже сейчас видно какой-то дым. Деревянные дома, то есть сыплет прямо на них весь этот мусор, и когда там все это загорается, то есть вполне это может пойти дальше. Обернуться это может быть большим пожаром. Дома загорятся все, машины загорят все. У меня у самой сад есть, у нас там висит объявление, что, в общем-то, нельзя мусор сжигать на своей территории, поскольку сейчас пожароопасность. А уж тут тем более в центре города, где еще жилые строения есть. Они тут жгут все лето, мы уж с ними воевали. Вот сейчас вот эту вот фигню вот, они сейчас тоже будут сжечь. Как удалось выяснить, скорее всего, это люди без определенного места жительства обжигали металл для того, чтобы впоследствии сдать на металлолом. В настоящее время возбуждено административное производство. Если в ходе проведения мероприятий будут выявлены нарушения действующего законодательства, будут соответствующим образом приняты меры о привлечении виновных административной ответственности. Кто-то тут не приезжал, и прокуроры, и все, кто-то, какие комиссии тут не были. И с милицией, и со всем, а без толку. Все это, видите, как продолжается все. То есть все, продолжение следует. Районные власти говорят, что делают все, что могут для ликвидации этой свалки. Даже суд уже вынес решение о запрете приема мусора и расчистки территории. Но, как ни парадоксально, исполнить это решение суда не могут как раз потому, что прием мусора продолжается непрерывно. Решение суда не было реализовано в связи с тем, что в результате сброса мусора изменялся рельеф местности. Поэтому ситуация здесь очень сложная. И однозначно сказать, в отношении кого будет возбуждено уголовное дело, и по каким основаниям, я сейчас не могу. Все, что возможно сделать в данной ситуации, и все, что находится в полномочиях администрации района, это все делается. Но, к сожалению, зайти на территорию, потушить пожары, там не представляется возможным, потому что двери закрываются, а и въезд техники строго ограничен. Поэтому все, что от нас зависит, мы делаем. Составляем протоколы, наказываем правонарушителей. Но пока эффективных мер мы выработать не смогли. Кстати, для того, чтобы остановить разрастание мусорного полигона, который власти уже называют экологической катастрофой, создана специальная межведовственная комиссия. Но пока вариантов решения проблемы у нее нет. Продолжение следует...